Сколько в этом корпусе вот таких вагонных кроватей? Получается реанимация. Еще на каком этаже? На 4. Все это установлено на базе двух первичных сосудистых отделений, переделанных под резервный инфекционный госпиталь. Кроме того, именно здесь будут палаты интенсивной терапии и реанимации, оснащенные в соответствии с требованиями Минздрава РФ. Выделен медицинский персонал, и если ситуация будет развиваться по негативному сценарию, врачей привлекут из других медорганизаций. Если поступить больной с коронавирусной инфекцией, мы, согласно плану, переводим всех остальных больных. Областная клиническая больница, пирогический корпус. То есть здесь больных не остается. Мы освобождаем прямо 5 этажей, где будет располагаться именно 3 стакана. В разговоре с главврачом больницы Василий Орлов уточнил, сколько времени понадобится медикам для того, чтобы перевести пациентов. Сегодня мы вот эти два этажа освободили за 6 часов. Где люди сейчас эти находятся? Кто здесь лежал? Нет, у нас есть маркировка пациентов. И часть больных у нас пошла амбулаторно. Ну тяжелые все пошли? Легкие. То, что те, что были тяжелые, переведены в областную клиническую больницу. Это на качество оказания помощи медицинской никак не сказалось? На настоящий момент нет. Также губернатору рассказали о том, что в больнице есть двухмесячный запас препаратов и изделия медицинского назначения. Кроме того, на непредвиденный случай антибиотики для городской больницы зарезервированы в фармацевтической компании. Имеется резерв индивидуальных защитных масок и костюмов. В свою очередь, Василий Орлов дал поручение подготовить заявку на Минпромторг по дополнительному медицинскому оборудованию и средствам индивидуальной защиты. Ольга Сысоя, Антон Максимов, Амурское областное телевидение.